Архангельская область уже начала готовиться к празднованию Дня Народного Единства, который страна отмечает 4 ноября. В этом году в регионе запланировано много событий, одно из которых – Международный кинофестиваль «Территория Народного Единства». Организаторы уже обсуждают планы, подробнее Лидия Папуш. Второй Международный кинофестиваль «Территория Народного Единства», который входит в большой медиапроект «Свидания с Россией», пройдет в Архангельске с 1 по 5 ноября. В прошлом году охват фестиваля был внушительным. Посмотрели программу люди из 38 стран и 48 регионов нашей страны. Мне очень интересно и очень плодотворно удается работа в Архангельской области. И благодаря тем событиям, которые происходят во время фестиваля, я все-таки сделал вывод, что Архангельская область может стать собирательной территорией, территорией народного единства всего нашего государства. И это действительно так. В Архангельской области живут люди 109 разных национальностей. Исторически Архангельская область населяет представителей разных национальностей. Каждый, приезжая на север, приносил колорит, свою культуру. Сегодня в регионе проживает более 100 национальностей, и потенциал традиционной русской культуры на севере велик. Кинолаборатории в Архангельске начнут работать уже в июле. За лето планируют снять большое количество фильмов, которые представят на фестивале. Номинаций будет много, и среди них спецноминация. К 85-летию со дня образования Архангельской области. Мы стараемся упор делать в этом году на муниципальные районы, не только на центр, не только в Архангельск, Северодвинск, но в Адвинск, что ближе, например, на Вельск, Няндому, Ходлас, Коряжму, Онега. И это напрямую связано с главной целью фестиваля – сохранить национальную самобытность, традиции, культурное и природное наследие народов России. Лидия Папуш, Ольга Красулина, Регион 29.